Итак, начнем с главной темы выпуска. Вот уже шестеро суток на реке Печора в республике Коми в Ледовом плену находятся два наринмарских судна с людьми и грузовыми баржами. Еще на прошлой неделе из столицы НАУ на помощь к ним были направлены два катера, однако добраться до места им не удалось. У одного из них вышел из строя двигатель. В настоящее время к застрявшим судам идет другая помощь, но когда она до них доберется, пока непонятно. Все зависит от погодных условий. В администрации округа нам сказали, что плотовод сейчас находится в районе Каменки. Нам удалось заполучить эксклюзивные кадры, которые сделаны с теплоходов, затертых во льдах. На кадрах отчетливо видно, баржи буквально сковала льдом, причем настолько, что их даже не могут вытянуть теплоходы. Напомню, сейчас суда находятся в районе деревни Леждук, это в республике Коми. По словам представителей местной администрации, люди ни в чем не нуждаются. Они обеспечены едой и теплой одеждой. К тому же оба теплохода стоят вблизи берега, пассажиры имеют возможность выходить в село. Кстати, в Управлении строительства ЖКХ Нинецкого округа уже подтвердили, что на место, где находятся суда, вылетали вертолеты. Было эвакуировано 12 человек. Что сможет так же активно двигаться, как дошел до Каменки, значит он пойдет. Если он не сможет, то либо отсюда пойдет Белощелье, либо с Хангельской выдержанием Ермака. Ну сейчас, которые люди на баржах, они есть и питание, и тепло, и все хорошо у них, да? Да, да, да. Вопросов нет. Я раз в день созвонюсь к капитану СТ-шке в 7-8 часов утра, и он мне рассказывает, что у него все хорошо. А еще вот в пятницу, вроде бы в четверг, выезжали спасательные суда МЧС, там с ними как дела? Нету МЧС, никаких спасательных судов. Нету, да? Выезжали два других судна, они их уже привезли, они тоже сломались, их уже привезли. Сегодня в 2 часа ночи. Понятно. Это Чебью и Алмаз. А еще была такая информация, что вертолет туда летал. Вертолет летал, забрал 12 человек. В общей сложности на двух теплоходах сейчас находится почти 40 человек, включая экипаж. Кстати, накануне прозвучала такая информация. Не исключено, что людей вывезут в Наринмара, баржи вместе с грузами оставят на месте до наступления зимника. В общем, мы следим за этой историей.